Здравствуйте, это программа Коммунальный детектив, с вами Анастасия Карева и сегодня мой гость Юрий Макаренко. Юрий, здравствуйте. Я объясню нашим телезрителям, почему мы вас пригласили. Дело в том, что вы, по моему мнению, исправьте меня, если я не права, эксперт по вопросу благоустройства территорий. Ну да, мне нравится эта тематика и это связано с моей профессиональной деятельностью, поэтому давайте сочтем, что я эксперт. Да, и напомню нашим телезрителям, вы экс-депутат городского совета и также, будучи депутатом, постоянно понимали тему благоустройства нашего города. Да, мне кажется, что благоустройство города одна из причин, из-за которой мы городом можем гордиться, либо наоборот. Вот, и благоустройство то, что в наших руках находится. Ну, мы увидим, что за окном зима, и скоро гололеды, скоро новый снег будет выпадать, выпадать, и мы все передвигаемся по городу, так или иначе. Мы выходим из своих домов, кто-то идет, кто-то пешеход, кто-то водитель, и обращаем внимание всегда на то, чем посыпают наши дороги. Не так давно в статусе еще временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чивес поднял тему гранитной крошки. И насколько я знаю, вы разбираетесь в этой теме хорошо и знаете опыт и нашей страны, и зарубежных стран. Ну, не сказать, что я разбираюсь хорошо, коммунальщики разбираются, конечно, лучше. Но, действительно, опыт того, как это используется за границей, многие знают, кто выезжает в Финляндию, в Норвегию, в Швецию. Они видят, что гранитную крошку там используют везде, и на автомобильных дорогах, и на пешеходных. И что интересно, ее используют повторно. Разбросали, собрали, и снова. Да, разбросали, собрали, да. И используют повторно, и в третий раз, и в четвертый. Но есть ГОСТ, по которому, в принципе, убираются дороги во всей Российской Федерации. ГОСТ достаточно свежий. И он приписывает уборку дорог до асфальтового покрытия. Ну, и считается, что использовать гранитную крошку на асфальтовом покрытии неэффективно, потому что ее сдувает. Но, с другой стороны, сдувает и песок, который еще более мелкий. Но, однозначно, ГОСТ разрешает использование гранитной крошки на пешеходных дорожках и велосипедных. И, кстати говоря, многие города России, такие как Москва, Санкт-Петербург и другие, используют уже давно. Я считаю, что можно долго дискутировать, удобно это, неудобно, экономично, неэкономично. Но никто не мешает нам просто взять и попробовать ее использовать. Посмотреть на соседей, посмотреть на города Российской Федерации и воспользоваться той технологией, которую они отрабатывают. Некоторые уже используют, но я бы сказала, что это точечный случай. В Мурманске? Да, в Мурманске. Да, в Мурманске используют. Используют в основном частные владельцы территорий и зданий. Они видят в этом эффективность. Они считают, что не считают, по факту так и есть, меньше средств тратится и времени на уборку помещений, потому что гранитная крошка не создает эти лужи при входе. Они вторично ее используют. Ну и, в принципе, те, кто думают об экологии, тоже, конечно же, голосуют за гранитную крошку. У нас есть пример. Я пообщалась с представителем гостиницы, где мы сейчас находимся. Это парк «Инполярные зори», потому что увидела, что здесь используют именно гранитную крошку. Спросила, почему. Внимание на экран. Даем слово Андрею Милохину. На самом деле, мы в этом году только первый год, как начали использовать. Началось все с того, что в прошлом году, изучая вот эту тему и разговаривая с теми людьми, которые занимаются этими вопросами, мы решили поэкспериментировать, и в конце прошлой зимы мы попытались это использовать, но там как-то быстро все растаяло, и непонятно было. Сейчас, в начале этой снежной зимы, мы опять продолжили тот эксперимент и уже приняли решение. Вот недавно закупили прямо большую партию и перешли фактически от гранитной крошки. Конечно, у нас запасы песка на заднем дворе на всякий случай все равно есть, конечно, но надеюсь, что не придется использовать, потому что гранитная крошка показала себя достаточно хорошо. Первое, это менее скользко стало, потому что песок находился все-таки наверху, и его часто сдувало, как-то разносился, а эта крошка, она впивается в наст, в снег, в лед, и эффект более высокий. Это раз. Во-вторых, песок более легкий, он всегда к ботинкам, к обуви людей перестает, и носятся большие тонны, фактически тонны этого, за годы тонны этого песка разносятся туда-туда, включая помещение гостиницы самой. Сейчас этого стало намного меньше. Ну и нас радует еще внутри, нас все-таки сидят экологи, и нас радует, что еще с точки зрения экологии это лучше, потому что тот песок с солью, который разносится, это все-таки, как я понимаю, не очень хорошо для окружающей среды. А гранитная крошка, она остается, сметается, ее фактически можно использовать снова и снова, и это эффективно и экологично. А экономно или нет? Ну, это получается экономно в любом случае, потому что если еще два года назад цена на гранитную крошку была достаточно большой, то сейчас она, во-первых, тоже подсократилась, а самое-то главное, что его меньше использовать по количеству, это раз. И если все-таки его, как вот сейчас эта зима нам покажет, если можно еще и по второму разу большую часть использовать, то это тогда даст еще большую экономию. Так что мы пока довольны. Ну, Андрей Милохин и его команды всегда были продвинутыми управленцами, и помню, с 90-х годов они самые разные новые технологии использовали. Гостиница стала сетевой не случайно, в том числе потому, что именно современные технологии используют в управлении своим имуществом. И отзываются от окрошки хорошо, потому что в первую очередь, почему это выгодно руководителям, владельцам бизнеса, потому что к ним на территорию заходят не с грязью вот это вот на обуви, а заходят просто в обычных чистых ботинках, и не надо уборщице бегать туда-сюда постоянно убирать. Да, действительно так. Вы знаете, есть в других городах, например, в Санкт-Петербурге и в Москве, такое понятие, как паспорт объекта. То есть это частный собственник, свой объект описывает на предмет уборки. Ведь в этом документе описано, где складировать снег, где на обочину можно, например, снег сбрасывать, а где нельзя. Он, например, если на обочине растут растения какие-то ценные, то в этом месте надо посыпать мочевиной, есть такой материал, который тоже имеет противоголедные свойства, но не наносит вреда, например, зеленым насаждением. Описывает, например, при входе гранитная крошка. На подъеме, где, например, спуски автомобиля, там песко-соляная смесь определенного состава, там 50 на 50, либо там 70 на 30. И, кстати говоря, когда есть такой паспорт, ты можешь оптимизировать не только технологию с годами, где как убирать, но и расходы с этим связанные. И управляющая компания, которая служит твоей территории, она уже будет иметь четкое задание на работу, а ты сможешь четко с них спрашивать. Не просто там чисто грязно, скользко-нескользко, ну и так вот абсурдно. А именно сделайте так, как я вам предписал. Поэтому вот можно долго ждать от городского администрации, от правительства Мурманской области, а можно просто взять, посмотреть вот свою территорию, свою небольшую территорию или большую, и навести на ней порядок, создать вот такой паспорт, привлечь профессиональную команду и жить благополучно, в комфортной среде. Я нашла в сети интернет интервью с председателем ТСЖ, интервью еще прошлого года, и он рассказывает, насколько это выгодно, использовать гранитную крошку. То есть, насколько я понимаю, что ТСЖ смотрит в эту сторону. Конечно, ТСЖ смотрит в эту сторону, потому что надо чем-то жильцов домов на квартирах удивлять, надо чем-то отличаться, надо показывать свое отношение не только к экологии, но и к ним. И, конечно же, гранитная крошка очень такой быстрый, легкий, эффективный для этого способ. Ну и, конечно же, те, кто моют подъезды и убирают, они тоже замечают, что в этих подъездах намного чище. Это все экономическая эффективность. Экономическая эффективность. Она же складывается из всего. И как убирается подъезд, и сколько надо выносить потом, вторично можно ли использовать. Это такая совокупность факторов. А вы сами где сталкивались? Куда ездили, где гранитная крошка? И вот что можете по этому поводу? Да я, наверное, не отличаюсь от многих, кто живет в Мурманске. Это Финляндия, это Норвегия, это и Швеция тоже самое. Там, конечно же, используют они гранитную крошку везде. Но у них немножко другая технология уборки дорог. Но я как бы хочу сказать, что ГОСТ, который мы имеем, этот ГОСТ можно менять. И цифры вот такие, из 250 стран на нашей планете, только 22 страны имеют устойчивую зиму. Так вот, я посмотрел цифры, мы в Российской Федерации на втором месте по количеству дней, когда скользкие дороги. На первом, по-моему, РК. Наш регион. Да, наш регион. То есть, по сути, это такая, знаете, мировая миссия справиться с гололедом. Я предлагаю всем ответственным собственникам этим заняться. В Полярных Зорях, я помню, мы были, работали там несколько лет назад. И там, если я не ошибаюсь, гранитная крошка посыпана именно дороги. Да, там они посыпают и дороги, посыпают пешеходные, тротуары, переходы. Они разработали собственное ТУ и это делают. Но я сейчас как бы хочу обратиться именно к частным собственникам территории. Им ничего не мешает уже обрабатывать свои территории гранитной крошкой. Не по старинке песко-сореной смесь, а гранитной крошкой. Хотя бы надо попробовать. Пусть в этом году попробовать на одном подъезде, на одном доме, на одном дворе. Посмотреть, какой будет эффект. То самое главное, чтобы не получилось, что всех теперь заставили посыпать крошкой, а когда-то сажать кукурузу. Вот это будет очень неправильно. Ведь задача всех, и населения, и управляющих компаний, и администрации города, это создать комфортную среду в городе. Вот все в этом заинтересованы. Поэтому, я уверен, это у нас получится. Юрий, мы перед тем, как приехать на эту программу, провели два опроса. Первый опрос – это в официальной группе телеканала «Артик ТВ» ВКонтакте. Мы просто спросили у людей, песок или гранитная крошка. В основном все ставят отметки на гранитной крошке. То есть мнение людей можно исследовать и таким образом. И второй опрос, который мы провели на улице Мурманска, мы просто вышли и спросили у людей, песок или гранитная крошка, что вы по этому поводу думаете и устраивает вас или не устраивает песок. Что они ответили, давайте посмотрим. Внимание на экран наш опрос. Такая инициатива есть, чтобы посыпать их гранитной крошкой. Вы вот как к этому относитесь? Мне пофиг. Почему? Ну, не знаю. У меня ботинки с мембраной, я их обрабатываю постоянно, поэтому у меня никакой разницы нет. А есть ли автомобилистов брать? Ну, автомобилистам, наверное, будет хуже. Я не знаю, что у них там с покрышками происходит, если честно. Хуже, если будет гранитная, да, крошка или нет? Я не знаю. Нейтрально. Почему? Вас не волнует этот вопрос? Ну, в принципе, нет. А как думаете, для автомобилистов, может быть, это будет удобнее или как? Честно, не могу ответить на этот вопрос, не ознакомился как-то детально. Ну, возможно, это как-то будет более вредить обуви. Возможно, опять же. Если посыпать гранитной крошкой, да? Ну, мне кажется, да. Честно, не знаю. Вам все равно? Ну, это лучше, чем солью, наверное. Для кого? Для обуви? Да, да. Как минимум для обуви, да. То есть вы бы поддержали такое решение? Как бы вы хотели, чтобы солью посыпали или гранитной крошкой? А чем лучше, я не знаю. Ну, соль, она как бы растворяет, получается, снег. А гранитная, я не знаю. Я еще, по-моему, как-то не ходил по ней. А она что делает, гранитная? Ну, это надо ознакомливаться с технической стороной. Вопрос, а вот я и хочу узнать. А я-то не в курсе. Солью я знаю, что посыпали тает. Это хорошо. Не скользко. Не падают, ноги не ломают. Трампункт меньше работает. Ну, лишь бы не скользко было, и обувь не портилась. Я не задумывался. Есть специалисты, которые, по логике вещей, стараются сделать лучше. Поэтому, знаете, у меня на эту тему... А вам соль вообще не мешает, обувь там не портит? Я не знаю, автомобиль ваш? Такая обувь, что и без соли она долго не живет. Поэтому у меня на этот момент, вы знаете, что... Ну, не ко мне вопрос. Меня даже нисколько вот, но даже не интересует. Не касается. Я отношусь нормально, если это безопасно. Для обуви, для людей, какие испарения. Ну, всякое бывает. Я же не химик. Это если ученые, люди, которые занимаются этим, уверены и могут гарантировать, что это все будет хорошо, то почему нет? Вместо песка вот гранитная крошка, от нее грязи меньше. Нормально. Я лучше считаю, да. Чем? Соль, вы знаете, если дороги посыпать... Соль, она разъедает машины, портит. То есть портит, ну, качество там. Все равно они попадают на кузов. Ну, то есть гранитная крошка, я считаю, я считаю, будет лучше. А вы что думаете по этому? Я не знаю, что это за новая технология. То есть еще не знакома просто, да? Ну, хорошо. Гранитная крошка, вот она в состав какой, вы знаете? Нет, я не знаю. Вот видите, гранитная крошка, там это как органоминеральная смесь. Ну, то есть там добавляются примеси. Я думаю, что будет лучше, но надо смотреть по факту уже. Еще ж не посыпали. Как посыпят, будем смотреть, будем думать. Ну, как мы видим, многие жалуются, что просто от песка, от соли разведает обувь. Вот элементарно. Ну, да. Это уже пишет, кажется, сильнее. Конечно. Это разведает обувь, рожавеют автомобили, наносится вред животным, потому что, например, собаки там не могут по песко-соляной смеси бегать, там сжет лапки птички, там не садятся и так далее. Ну, деревья, разумеется, трава, это все ясно. Ну, вот, с моей точки зрения, самая большая беда – это весенние песчаные бури. Когда мы имеем грязные фасады зданий, грязные витрины, вот этот песок до середины мая везде там ветром его гоняет. Вот это, конечно, удручающе. Да, мы ждем, когда будет все зеленое и красивое. И черная зима. Те города, которые имеют финансовую возможность, они даже вместо гранитной крошки посыпают мраморную крошку. Вот мраморная крошка, она белая. Представляете, белая площадь снежная, посыпанная мраморной белой крошкой, ты идешь, тебе нискользко не понимаешь, почему. А это где? Ну, в Санкт-Петербурге, например, да, там, в Москве. Ну, это такие, знаете, знаковые места, имеет смысл. Вот. У нас край гранита. Тут гранитные крошки, ниоткуда ее возить не надо. Ее просто надо производить и использовать. Ну, конечно же, сначала разработать технологию. Причем разработать технологию на основе там какого-то двора или подъезда, это одна история. А вот, например, разработать технологию для города, для целого района, это, конечно, здесь надо работать в профессиональной команде. Возможно, даже привлечь специалистов, например, там, из МАДИ, это автомобильный университет московский, которые приедут, обследуют, посмотрят, протестируют год, два, три. И постепенно мы выйдем на технический регламент уборки дорог города, где будут прописаны улицы, территории, район и технологии уборки. Ну, вот, с моей точки зрения, это вот то, к чему должны мы прийти через какое-то время. Вы перейдили мой вопрос, потому что я хотела спросить, а хватит ли этой гранитной крошки, чтобы посыпать города? Я могу вам сказать, что гранитной крошки хватит не то, что на всю Российскую Федерацию, но на весь мир. У нас самое-самое-самое большое гранитное плато, на котором мы живем. 85% мурманской области – это просто гранит. А производители это крошки? У нас есть карьеры, которые производят щебень и гравий. А гранитная крошка – это щебень просто более мелкой фракции, 2-5 мм. Это дополнительное оборудование. И то же самое производство с дополнительным оборудованием. То есть, если будет спрос, то точно будет предложение? Да, они это легко воспроизведут, я это точно знаю, даже общался уже с управляющими карьеров. Они сказали, да, для нас это посильная задача. Вы сегодня представляете ваше учебное заведение. Ну да. В МГТУ. Чем посыпаете на территории? Значит, вот в МГТУ мы начали посыпать тоже гранитной крошкой, но не полностью всю территорию, а именно входные группы. Главная цель – это клининговым компаниям облегчить работу. Кстати говоря, клининговые компании, которые мы затронули, они тоже должны быть заинтересованы. Да, они ведут уборку помещений, например, магазинов, но большая часть уборки у них складывается за счет той грязи, которая заносится особой… Так им потом скажут, грязи меньше, меньше оплаты. Им невыгодно? Нет, но им платят не за количество грязи, а за то, что было чисто. Понимаете? Мне кажется, если бы в клининговой компании работал старик Хаттабыч, который вообще ничего не делает, но все везде чисто, я думаю, он был бы самый востребованный. Это, конечно. А почему не всю территорию? Не всю территорию? Тоже в качестве эксперимента. У нас есть автомобильные проезды, где ездит транспорт, есть территории, которые имеют уклон, и вот так вот сразу взять и сказать, давайте-ка все посыпать. Гранитная крошка. Ну, не стоит рисковать. Постепенно, шаг за шагом. А изучали все-таки сцепление какое? С дорогой, когда гранитная крошка, а когда песок? Ну, знаете, это экспериментально, просто когда гранитная крошка насыпана, то вопросов не возникает. Могу сказать больше, я живу как бы в загородном доме, я там гранитная крошка пользуюсь уже 5 лет. Причем первый год я насыпал какой-то реагент, который купил в магазине, это был кошмар. То есть выпадает снег, и у меня лужа. Это лужа заносится, у меня все ковры стали дома, весь кафель стал светом этого реагента. Я не мог его никак убрать. В конце концов, мне пришлось набрать просто два ведра горячей воды и просто вымыть от этого реагента вход в дом. И теперь, конечно же, только гранитная крошка. Насколько я знаю, вообще реагенты использовали и на дорогах, и на тротуарах, и после они были запрещены. Ну, реагентов очень много, и Москва тоже экспериментирует. У них там своя технология разработана. Они, значит, разливают реагенты до выпадения осадков. И когда осадки выпадают, снежные осадки, то есть по прогнозам метеослужб, осадки тают и уходят в городскую канализацию просто. Таким образом, не надо снег увозить, потому что в условиях Москвы это очень дорого. Так они должны все-таки уйти, а не быть лужами размытыми. Нет, ну они там стекают, что-то стекает, что-то не стекает. В общем, каждый город должен, знаете, найти свой рецепт чистоты и комфорта. Каждый город, а может быть, даже каждый район в городе. Тоже не удивлюсь. Потому что Первомайский район отличается от Ленинского по климату. Мы это понимаем. Например, та часть, которая находится у залива города, один климат. Та часть, которая ближе к Ленинградке, там совершенно, ну не совершенно, а другой климат, отличающийся. То есть маленькими шагами можно двигаться и начинать вообще, может быть, со своего двора. Необходимо маленькими. Увидим, что только маленькими шагами со своего двора. Поэтому я вот обратился к собственникам, к балансодержателям, как это называется. Не надо ждать. Надо просто брать, пробовать и создавать комфорт сначала вокруг себя, а потом и дальше распространять его. Хорошо, смотрят нас сейчас собственники. Сидит, а собственник смотрит внимательно, слушает, да, какая хорошая идея. А дальше что? Ведь управляющая компания, пойди до нее достучись, пойди до нее дозвонись. А надо, кто не стучит, тот не достучится, понимаете? Надо идти обращаться и говорить, требовать. Вот и все. Возможно, здесь нужно создать уже тот самый совет дома, который имеет все полномочия для... Именно так. Но это если говорить ТСЖ, им намного проще, у них есть там председатели правления. Чаще это сосед? На самом деле это просто активный человек. Просто активный человек, который думает не только о себе, но и о своих соседях. Он должен первый шаг сделать. Но и самое главное, что управляющая компания тоже она заинтересована будет. И тоже будет выгодно. Это не навязывание. Это просто хорошая здравая идея. То есть осталось просто собственникам, управляющим компаниям встретиться и принять такое решение. И ведь вполне возможно, что с этого получится экономия. Конечно, абсолютно. Какой еще опыт есть в России? Как борются с кололеном, со снегом? Ну, к сожалению, этот ГОСТ, который, скажем так, достаточно обобщил все, он связывает руки, а может быть связывает мысли нашим собственникам в других городах. Но вот если посмотреть на мировую практику, здесь тоже очень интересно. Например, в Японии дороги чистятся просто до покрытия, до асфальтового, и больше никак не обрабатываются ничем. Вот просто все ездят чуть-чуть медленнее. Но все на шипах, например, и тоже это практика. В Швеции недавно стали применять способ очень интересный. Там, значит, песок смешивают с очень горячей водой, с кипятком практически, в отношении 70-30, и разливают на дороге очищенные. И на дорогах образуется такая глазурь в виде наждачной бумаги, которая очень долго стоит, с нее потом просто счищают снег, он остается, и через 2-3 недели подливают новую поверхность. Но для этого нужна техника, конечно же, но для этого необходимо начать экспериментировать просто, пробовать, что подходит, что сколько стоит. Ну, звучит странно, информация очень тяжело воспринимается, потому что думаешь, а как же ты выйдешь, а по этой глазурью ты поедешь? Нет, она же с песком, вода с песком, то есть горячая вода с песком, попадая на холодную дорогу, она просто примерзает. И получается такая прям как наждачная бумага, по которой можно ходить. И не бояться упасть. Да, но опять же весной этот песок тает, опять начинаются песчаные бури, поэтому вот я бы не хотел, чтобы нас этот способ опять здесь испытывали. Ну, особенно к лету жалуются девушки, которые хотят на ней обуть босоножки, чуть-чуть хоть пробежать, если удастся, если солнце будет радовать, и весь этот песок просто находится в обуви, по сути. Да, весь песок в обуви, в глазах песок, в волосах песок, это действительно песчаные бури. Грязные витрины, еще раз говорю, фасады, урны, тротуары, вордюры, песок, газоны, вся трава, в общем, такой пляжная история. Юрий, предлагай договориться с вами и с нашими телезрителями, если какой-нибудь ТСЖ или управляющая компания нас позовет к себе и покажет свой опыт, мы с вами поедем, посмотрим и покажем этот опыт нашим телезрителям. Давайте уже рассказывать о тех управляющих компаниях, ТСЖ и, может быть, даже компаниях, предприятиях, которых на своей территории используют новые технологии для того, чтобы другие посмотрели, как можно, как нужно и что это дает. Да, это было бы замечательно, мы показали бы на примере, кто как относится к заданиям, которым дали жильцы, по сути. Это же задание, убирать подъезды и дворы. Поэтому приглашаю в нашу официальную группу телеканала Артик ТВ ВКонтакте, в сообщениях группы пишите свои контакты и свой опыт, и мы приедем к вам. Юрий, на этом ставим точку и думаю, что к этой теме мы еще вернемся. Спасибо. Спасибо, что приняли участие в нашей программе. А это была программа «Коммунальный детектив». Оставайтесь на Артик ТВ. До свидания. Продолжение следует...